хоба привет с вами доктор влад у нас плюс 20 ребят сегодня ужасный день вот реально ужасные для украины и для всего мира который следит за украиной вот альборыч написал в комментариях сегодня в украине случилось столько столько горя что даже коммента писать не хочется да действительно на самом деле я тоже не могу читать опять алена прислала из киева я просто не могу вот но какие-то вещи и я не могу делать понимаете как вот я не могу петь некоторые песни например вот есть такая песня девушка из харчевни или лошади в океане я я просто я начну я разрыдаюсь просто так что ну давайте новости помягче ребята я берегу и свой мозг просто до от разрушения и ваш тоже я не хочу читать то что я не могу читать ладно высказался доктор швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда россии при оон да вот так вот уже отовсюду ребята запад заблокировал и заморозил российские активы на 330 миллиардов долларов миллиардов так минобороны северной македонии подтвердила передачу киеву полученных от россии танков т-72 да вот так так это что такое тасс бывший советник обамы получил год тюрьмы по нам по делу окражи в школах прикиньте да вот прикиньте в америке тоже далеко не все в порядке да он основал сеть чартерных школ в сша и там наворовал страшное количество и после получил до год тюрьмы еще в добавок ну плюс к тому что он еще выплатил штраф там 300 тысяч еще 20 тысяч путин согласился с идеей жилищных сертификатов для потерявших для потерявших жилье жителей донбасса но для кого это для ваты для ваты эта информация усталость про после пробуждения может указывать на лейкемию ребята усталость просто после пробуждения до летящий в москву самолет подал сигнал треводи над катспийским морем и вот он летит на нас над катспийским морем не знаю что там дальше вроде не упал пока россиянин порвал селезенку в схватке с вооруженным подносом продавцом шаурмы в ростове к земле летят два астероида размером с небоскреб ну давайте уже падайте может хоть что-то изменится ученые разобрались вредно ли ходить в баню терпеть не могу баню там голые все ходят да вы что и немножко так я плохо отношусь к людям которые любят баню но это само собой как будто бы да 12 продуктов которые могут вас убить а вы и не подзревали ядовитые вещества содержится даже в самых простых продуктах так и вот здесь просто по очереди они так картошка так кешью орехи кешью могут вас убить так мёд мёд может да он может серьезно навредить вам так если вы съедите несколько ложек мёда прямо из улья ну все так что еще красная фасоль но это вообще смертельная так что еще ревень ну ревень это убийство вообще несколько темы килограммов листьев могут вас убить ну и один съеденный листок может испортить самочувствие но от листка еще вас спасут так что еще бузина но бузина но бузина вообще мрак так вишня но вишня но вишня все так кто там записывает я помедленнее абрикос но абрикос абрикос вообще тоже смертельный персик персику ребят серьезно я же не выдумывал не выдумываю вот здесь картинки аки родственник личи ведь я еще знаю аки не знаю ну ребята ну все да и майская рвотная болезнь может быть смертельный ямайка кассава так в россии продукт больше известен под названием маниок ну тоже да циановодород выделяет так что еще лимская фасоль ну да я не знаю что такое ну в общем короче смертельно все что ли все хватит так в циом уровень доверия россиян путину составляет почти 81 процент мама мама прости меня двух пропавших 13-летних девочек нашли мертвыми в парке белгородская область так предсмертные записки написали очевидится очевидится да рассказала о падении женщины из окна на улице большой в рязани смертно металльная в омске нашли горе мать которые помогли избавиться от своего новорожденного малыша ну избавиться как он от она родила дома и он отвез ее ну ее какой-то вот хахарь отвез ее в роддом ну не ее в смысле не не саму маму а ребенку ребенка отвез малыш родился здоровым сын там сын да чепчанам грозит радиоактивная опасность это кировый чепец надо понимать да обнаружили повышенный уровень радиации вдоль берега реки елховка да уровень радиации очень так сильный так цезий 137 лежит на нескольких километрах вдоль реки откуда так и твиттер казахский боксер темерлан реймкулов вышел на ринг в сша с флагом украины и словами и словами поддержки а под конец назвал путин путина убийцей вот интересно и в чем он не про не прав европейские сопли жуи более двадцати лет откармливали эту гадину закрывая глаза на преступления число и масштаб которых росли год от года радостно покупали газ принимали взятки за олимпиаду 14 и чемпионат мира 18 играли в реал политик ну доигрались ну в общем правильно так в ленобласти прямо из суда скрылся подозреваемые в регулярном изнасиловании собственной несовершеннолетней дочери понимаете насильник педофил просто взял и спокойно из суда ушел а оппозиционеров привозят в суд в наручниках и в окружении батальона росгвардейцев комментарии ну так свои люди чё надо проверить может он просто член единой россии а что проверять и так понятно что член в отличие от мана от монархий в отличие от монархий где власть передается от папы к сыну и от ватикана где власть передается от папы к папе в россии власть передается от долбодятла к долбодятлу ну так почитайте о зверствах гражданской войны в россии и вы поймете всю суть этого племени да я с трудом читал вот ну про гражданку что там творилось еще в детстве я не понимал ну а сейчас понимаю но уже поздно больше всего ранят истории обычных людей они жили со своими заботами строили планы планы растили детей но подонок в кремле свора старых маразматиков и миллионы нищих ублюдков по всей россии захотели побед теперь этих обычных людей нет их дети сироцы а подонок и ублюдки живы рф намеренно передать сирии системы пво с 300 и с 400 вот и все граждане израиля ваши политики все не верили что путин против вашего существования теперь когда есть стопроцентное доказательство всем все понятно помогайте украины украине передачи мигов с вашей авионикой давно пора я вчера с этим заспорил на твиттере парень из израиля вот он хвастался их израильской вот этой вот военной разведкой массадом вот я говорю а чё же вы молчали то ну вот у нас вы понимаете у нас свои ну свои проблемы с обороной херсонцы сделали запасы и ждут освобождения нужно быть готовым к тому что не будет воды света газа люди устали за пять месяцев от русского мира устали от устали от ненависти с корком у которой нет выхода устали от невозможности что-то сделать от бессилия против вооруженных людей от террора упа про финляндию отбирают все не продают даже курки россияне шокированы русофобии финляндии куда недавно открыли границу вывести из финляндии теперь можно только продовольствие это после досмотра сумок ахты сми двоеточие более трети россиян заметили рост цен на мясо и молоко в июле ага у остальных просто денег нет на мясо латвия сегодня вот отрывок из утренних событий женщина мне угрожает толкает на ролик здесь называет меня нацистской потому что я отказываюсь говорить с ней по-русски в итоге она избила меня и сорвала цепочку с моей шеи заявление в полицию уже написано вот какая-то русская вот стерва да вот ролик прям ну чё вы хотите будут разбираться в латвии в эстонии в других странах хороший русский или плохой хороший русский мертвый русский все я тоже уже до ручки дошел так а представляете себе если бы русских сейчас был равный по ракетной силе противник перевернутый не так еще раз начну а это представляете себе если бы у русских сейчас был равный по ракетной силе противник перевернутые колясочки на арбате и мамаши мечущиеся среди горящих обломках в поисках своих детей а я вы представляете а я хорошо представляю в тишиневском аэропорту завильнули киркорова цель прилета певца ртом пока неизвестно настоящее время он находится в отстойнике и ждет чартера для вылета домой надо же киркорова так сейчас я скажу очень ужасную вещь для москвы зима в европе в этом году будет мягкой и теплой на самом деле вроде бы я слышал youtube удалил канал белорусского пропагандиста григория озаренко я не знаю озаренко озаренок какой-то я не знаю кто такой ну удалили хорошо на работе мужик вчера умер два часа скорую ждали не успела это еще не деревня какая-нибудь а казань ватники все еще гордитесь нашей страной долбодятлы я совсем недавно в америке ждал с девяти вечера до пяти утра в приемное отделение в мереженсии когда дождался врачей они сказали мне но я рассказывал что что у меня обезвоживание ребята не только в россии не только в украине во всем мире вот такой вам рассказывал помощника обамы посадили во всем мире какой-то идиотизм торчит везде и в америке в том числе тоже в россии хотят приравнять геев и лесбиянок которыми могут быть ваши соседи значит приравнять к педофилам и некрофилам на заказать на законодательном уровне вы только вдумайтесь да нет слов до геев и лесбиян лесбиянка и лесбиянок к педофилам и некрофилам заказак надательно ким чен и вот тут ролик на торжественном мероприятии с ветеранами корейской войны 50 53-х годов вылитый путин на шабаше в главном храме храме войны бутафорские ветераны оргазм толпы оргазм толпы медальки аж на задницах висят да вот так и оружию аналогов нет только фуражки гитлера не хватает ну да то же самое то я говорю везде так ладно с россией с ней вообще давным давно все ясно если кто не понял вот но во всем мире какая-то хрень творится помимо безумных потерь убитыми давно превысившими в потери ссср в агварднистане и россии в чечне российская армия несет колоссальные потери ранеными их сложнее скрывать чем убитых которых можно записать в пропавших без вести как экипаж москвы госпитали забиты коллегами савдеповская инфраструктура она унаследованная рф не приспособлена для коллег значит эти деревни из которых путин набрал набирал пушечное мясо и подавно жизнь коллег кончено они будут завидовать погибшим а их родственники сначала молча а потом вслух будут упрекать их в том что в том что они не сдохли родня на выплату от любимой родину бывшему освободителю купит квартиру а коллегу сдать сдаст барыгам работать ветераном у метро когда вы и вот дальше продолжается этот трет когда вы предположили что-то плохое российском социуме постарайтесь подумать еще и предположить нечто раз в пять худшее тогда действительность окажется всего втрое хуже ваших предположений да ребята вот даже то что мы думаем вот о россии да на самом деле все хуже в десятки в раз понимаете в десятки раз так чтобы по тебе скучали нужно умереть это цитата курта кобейна но если кто помнит нирвана чтобы по тебе скучали нужно умереть да я после инсульта у меня тоже был ролик жуткий что надо было мне умереть было бы лучше всех всем эксперты двоеточие путин может применить ядерное оружие ради сохранения режима они для победы войне я вчера ли позавчера смотрел пианковского с латыниной интересная парочка гуси гагара . и вот пианковский целый час объяснял почему путин не применит ядерное оружие потому что это ну как как он это объяснял но это неразумно и я там комментарии подписал прям на ютюбе что да ага умный пианковский целый час обедняет объясняет почему почему пыло не может наложить наложить кучу дерьма перед ну перед милицией да ну то есть это это неразумно да ага неразумно вот все они пытаются объяснить путина с точки зрения человека да но он не человек давно уже это монстр ну хорошо ладно доктор успокойся чё тут повеселее есть госдума дала добро на введение продуктовых карточек для нищих проекта хватит 21 миллиона человека человека каждого седьмого в россии столько людей по данным росстата живут за чертой прожиточного минимума ребят я не обольщаюсь да конечно введут карточки и выделить на это триллиарды но все это разворуется и выяснится что на за эти карточки можно купить только просрочку но не то что купить а вот тебе за эту карточку дают ну ну что там ну подумаешь месяц просрочено жрать то можно так тетя роза на твиттере давно что-то не было на наших глазах в россии произошла генетическая революция безмозглые бараны стали тупыми тупыми козлами по телевизору сейчас первый заместитель по какой-то фигне сказал что американцы хотят снести мавзолей вынести из него ленина а на его месте организовать гомосячий парк так не котиков в россии надо спасать а детей здесь картинка детская игровая площадка называется силовичок и здесь машины какие-то военные и вот парень пишет рядом можно еще оборудовать детские площадки стукачок и мародерчик на 1 дети смогут написать донос на соседа по парте за то что он пьет кока-колу и слушает слушает западную музыку а на 2 вот это марда мародерчик он может украсть унитаз сегодня ты танцуешь джаз а завтра родину придашь это в мои еще времена даже еще до моих по моему времен ну ладно неважно последний а вот доктор какой-то пишет обожаю наших пациентов но российский в смысле пришла накуренная седация не берет ну то есть наркоз не берет ее и вот она ему значит ну вы же сказали что только есть и пить нельзя до операции и не поспоришь но яголь дунула всего тут немножко травки говорит что травы дунула чтобы не переживать а дальше мы уже не выясняли вот так комментарий борфи морфи для догона все пока до завтра завтра день будет еще хуже